На табло 2305 тематический поезд прибывает на одну из старейших станций метро в Самаре, носящие имя Великой Победы. Она открылась в декабре 87-го на первой линии Самарского метрополитена. В Самаре две станции, посвященные теме Великой Отечественной, безымянка в честь тружеников тыла и станция Победа. Архитектурно вторая самая роскошная, ордена и памятные даты на стенах, много света, а теперь еще и портреты полководцев. Георгий Константинович Жуков, четырежды Герой Советского Союза, он дважды был награжден орденом Победы. В народе после войны он получил звание Маршал Победы. С 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в надременной станции метро установили мемориальное панно. Алексей Гореев старший тональный мастер Самарского метрополитена. Обычно он вместе с помощниками смотрит за порядком в подземке, а сегодня в прямом смысле приложил руку к истории. Установил панно с изображением Георгия Жукова, к военным подвигам которого имеет отношение и семья Гореевых. Жукова. А почему Жукова? Ну, потому что у меня и дед тоже воевал с ним. Дед Алексей Сергей Сергеевич Пунин служил в разведке майором, погиб в последний день войны, 9 мая. Это вообще все закладывается с детства, от наших родителей, от дедов, от бабушек, все это происходило. Конечно, это все память возобновляется. Так торжественные дни. И ветераны в метро ездят, и молодежь тоже будут приобщаться. Вот сейчас, допустим, молодежь, которая будет посещать метро, уже будут знать полководцев. Поэтому я считаю, что это нужное дело. С предложением увековечить память полководцев Великой Отечественной, награжденных высшим военным орденом, ранее обратилась инициативная группа жителей. Руководство Самарского метрополитена идею сразу же поддержало. Сейчас поступает много положительных отзывов от горожан о работе в рамках подготовки метро к 75-летию Победы, отмечают представители транспортного предприятия. Ко дню Победы в Самарском метрополитене провели масштабную подготовку. Отремонтировали деформационные швы, привели в порядок пути и лавочки на платформе кассовый зал и переход. Отмыли хрустальные люстры, а все входы в метро на станции Победа украсили тематическими плакатами. Мария Левина, Максим Гусев, События.